здравствуйте мои дорогие ночные ролики с прослушиванием книги автора стендаль автора 19 века которого слушал даже пушкин красные и черные работал в особой комнате но узнав какой привилегии пользуется жильян пожелал и сам пользоваться ею и перетащил сегодня утром свои письменные принадлежности в библиотеку четыре часа жильян после некоторых колебаний решился зайти графу норберу тот собирался ехать верхом и будучи человеком высшей степени вежливым оказался в несколько затруднительном положении я думаю сказал он жилья ну что вы скоро будете брать уроки в манеж и через несколько недель я с большим удовольствием буду кататься с вами я хотел иметь честь поблагодарить вас за вашу ко мне доброту поверьте мне сударь прибавил жильян весьма проникновенным тоном я глубоко чувствую как должен быть вам обязан если лошадь ваша не пострадала из-за моей вчерашней неловкости и если она свободна мне бы хотелось прокатиться на ней сегодня как знаете дорогой мой сурель но только пеняйте на себя если свернете себе шею считаете что я сделал вам все предостережения которых требует благоразумие но дело в том что уже четыре часа и время терять некогда а что собственно надо делать чтобы не падать спросил жильян молодого графа когда они уже сидели в седле много разных разностей отвечал норбер хохоча во все горло ну например надо откидывать корпус назад жильян поехал крупной рысью они выехали на площадь людовика шестнадцатого ах вы юный смельчак сказал норбер смотрите сколько здесь экипажей и правит ими без шабашные люди упади вы и все эти тель бюрием тотчас же затопчут вас кому охота портить лошади рот у делами останавливая ее на полном ходу раз двадцать норбер видел что жильян вот-вот вылетит из седла но в конце концов прогулка окончилась благополучно когда они вернулись молодой граф сказал сестре позвольте вам представить отчаяннейшего сорви голову за обедом разговаривая с отцом сидевшим на противоположном конце стола норбер громко превозносил отчаянную храбрость жильяна но это было все что можно было похвалить в его верховой езде молодой граф слышал утром как коних и чистил лошадей на дворе судачили о падении жильяна и насмехались над ним самым непристойным образом несмотря на все эти любезности и доброжелательность жильян скоро почувствовал себя в этой семье совершенно одиноким все здешние обычаи казались ему ужасно странными и он то и дело их нарушал его промахи доставляли великое удовольствие лакеем аббат пера уехал в свой приход если жильян только тростник колеблющийся пусть погибает а если это человек мужественный пусть пробивается сам осадок осуждал дэламоль что он здесь делает нравится ему здесь или он льстит себя надежды и понравится рон сар если в аристократической гостиной особняка дэламоль все казалось необычным жильяну то есть сам этот блеск конечно ролики не те как хотелось бы но лучше синечка в небе лучше синечка в руке чем жиравль в небе счастья удачи любви успеха пока пока до скорых встреч добрых фонари светит хоть чуть-чуть